Первый кроссовер Jaguar, модель F-Pace, через 4 года после выхода на рынок пережил свое первое обновление. Правда, снаружи бестселлер марки почти не поменялся. Разве что базовые фары стали полностью светодиодными, а бамперы обрели немного иное оформление. Зато интерьер сделался совсем другим. Отныне центральное место занял изогнутый тачскрин медиасистемы диагональю больше 11 дюймов. Сама мультимедиа стала совершеннее по всем пунктам, включая загрузку актуальных обновлений по воздуху. Вообще список интерьерных новшеств оказался достаточно длинным. Под замену во время модернизации пошли передние кресла, обивки дверей и передняя панель, не считая мелкой фурнитуры. Цифровые приборы сохранили форму, но изменили содержание. На центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная консоль, дополненная двумя вращающимися рукоятками. Их функционал зависит от выбранной вкладки меню. Вместо шайбы управления автоматом появился новомодный джойстик. Из важных мелочей подметим системы активного шумоподавления и очистки воздуха. Плюс новые отсеки для хранения мелочей, включая удобную площадку для беспроводной зарядки смартфона. Так что вдобавок F-Pay стал комфортнее и практичнее. В плане техники – свои обновки. Так британцы решили отказаться от механических коробок, заднего привода и фордовских моторов V6. Зато появились собственные рядные шестерки объемом 3 литра. Прежде такие полагались только лендроверам. Из лендроверского арсенала также взята гибридная установка отдачи свыше 400 сил. Она построена вокруг двухлитровой бензиновой турбо-четверки. На чистом электричестве такой Ягуар может проехать около 50 километров. Впрочем, к нам попадут варианты на чистом бензине и солярке, без всяких электрических довесков, включая микрогибридные. В Россию приедет одна бензиновая модификация мощностью 249 сил и пара дизельных на 200 и 300 сил. Уже объявлено, что наши дилеры начнут получать обновленные F-Pays только через полгода. То есть следующей весной. Как и прежде, в перечень опций войдут несколько обвесов. Это спортивные и черные пакеты. Уже объявлено, что наши дилеры начнут получать обновленные F-Pays только через полгода. То есть следующей весной. Как и прежде, в перечень опций войдут несколько обвесов. Это спортивный пакет R-Dynamic и набор черных элементов декора Black Exterior Pack. Кроме того, за дополнительную плату можно заказать матричные фары и анимированные поворотники. О том, сколько все это будет стоить, мы узнаем через некоторое время.